Одной из этих причин было, да, наличие неосвоенных средств, кроме того, ну, условно говоря, экономической причиной была хорошая экономическая ситуация в целом. Это что касается особенностей лицензирования. Поскольку мы не привязаны к лицензионному программному обеспечению, мы вынуждены выбирать программное обеспечение, и вообще руководствуюсь в основном требованиями рынка труда в плане подготовки специалистов. Какие специалисты нужны, тому лиц, собственно говоря, не обучаем. Поэтому, разумеется, достаточно большое количество продуктов изучается, но есть и приятный подключен эффект. В тех областях, где используется программное обеспечение, оно используется исключительно или в основном потому, что имеет очень четкое и безусловное переменчество перед партриетарными областями. Вот, положительный эффект от такой ситуации, что, ежели свободно было где-то вовнедрено, у него оказываются достаточно сильные позиции именно потому, что неценовой фактор будет определять. Вот, что касается педагогических вузов, поскольку в школах спрос на свободный обувь белорусских школах очень слабый, так как говорят, школы тоже не беспокоены вопросами лицензирования программного обеспечения на текущий момент, то встретить преподавание или использование свободного программного обеспечения на рабочих станциях педагогических вузов труднее. По дистрибутивам. Свободная операционная система в десктопах. Если коротко, вы видите табличку. До 2007 года была усилитирована Keynes. С 2007 года по 2011 лидером была, в частности, и в последнюю очередь благодаря тому, что кануне была активно рассылала действия с дистрибутивами. Ну и качественный подход было, надо признать. С 2011 по 2012 год четкого лидера не имеется. Администраторы учебных классов напуганы инновациями в сфере десктопов, о которых, да, о которых знают все присутствующие. Вот поэтому, где-то увеличены из основы доля alt-virus, где-то можно встретить Федору Мандрилу. Причем, опять же, не самая последняя версия, потому что не успеваешь оглянуться, а там уже инновация. Убуду свежих версий практически перестал встречаться. Ничего не хочу плохого сказать про лидер, но... Ну, окажется, сказал. На ноунгубах ситуация прямо противоположная. Если до 2011 года на ноунгубах чаще всего студенческих ноунгубах встречался лидер с ним, трудно было сказать почему, может быть потому, что хотелось чего-то, что не является повсеместно встречающейся футбукой, а он все-таки зелененький другого цвета, то после 2011 года на студенческих ноунгубах активно появляется как раз-таки юнити составил футбук. Видимо, по той же причине. Разноцветная кнопочка слева, где-то на ученице. Ну... Их это не очень много. Звободная операционная система на серверах. Традиционно везде много ТЭБ. Его любят системные администраторы. Десятилетиями, наверное, да? И есть за что в этом отношении, конечно, кто-то спорю. Тем не менее, другие дистрибуты Linux присутствуют достаточно активно. Собственно, нам не удалось обнаружить из более-менее популярных дистрибут типов, пожалуй, только внутри на серверах достаточного количества. Нехарактерная для нее амплуа оказалась. FreeBSD наблюдается редко. Вообще, PSD-системы, точнее, я хотел сказать, наблюдаются редко. И если наблюдаются, то оказывается FreeBSD. Однако, на удивление популярно в серверах в сегменте оказались дистрибутивы, основанные на компиляции доступных кодов. Это либо джентль, кто бы мог подумать, либо личные, лично пересобранные системами администраторов вебинарные дистрибутивы. Причем, как я уже говорил, это системная поиска игроков независимо от профиля груза. И вот этот код. Один из кузов полностью сервера RedBar, перевешивая PSD-системы лицензии, это педагогический университетный мини-мансийнотанк. Казалось бы, с кодом есть только в двух кипостасях, которая преподается студентам. И вот этот вот достаточно мощный кгломерат с сервером, из кодов серверного кода. И не очень хорошее явление достаточно активно встречается в серверном сегменте собственные патчи, выполненные администратором, стандартным пакетом. На чему это не очень хорошо, во-первых, они, как правило, не попадают в акцию, поскольку подсобственно нужны, но там очень быстро дорабатывается и потом забывается. Во-вторых, это все слабо документировано, и потом это очень трудно разобраться, почему это работает. Ну, Linux на серверах. Это будет два слайда. Сфера применения. Во-первых, очевидно. Новый костинг, почток и файл сервера. Ну, это понятно. В качестве файл серверов чаще всего используется само, для сетей Microsoft. Ну и, в принципе, встречается до сих пор. На файл серверах функционирует план папы в качестве антивинуса. Традиционно. То есть профилитарные антивинусы под Windows. Практически невозможно найти. По крайней мере, нам не надо разобрать. На Windows система на Windows. Серверное с UBD. Разнообразие достаточно большое. Начиная от относительно простого на SQL, или даже распределенными кластерами по станку. Сфера применения. Ну, как говорится. Понятно, что веб-сайт. Понятно, что какие-то служебные нужды университета. Может быть внутренняя собственная система документа-апаунта, которая действует из Windows. Хранение логов в пользователях. Это достаточно активная задача для логовских системных администраторов. Логов много. Хранить надо достаточно долго. Без серверной с UBD часто дело не отходится. Для нужных чертовых процессов, как ни странно, используется зарядка. Ну, Linux в университете сервера используется, естественно, еще в трех категориях. Понятно, что Firewall. Понятно, персонализированный доступ в интернет. От относительно простых решений. На базе свида до биллинговой системы на каком-то быстрее радиусе. Вот. Сетевая классификация. Во-первых, наиболее типичный контроллер в домене на sample. Менее типичный, но также достаточно активно используется. Контроллер в домене может быть связан с OpenLDAB. OpenLDAB может быть связан с Kerberos. Kerberos обязательно самоподписанными с интеграциями. Как-то я не помню ни одного случая. Состоящий. Ну и нередко поднятый VPN-сегмент. Возможно, для доступа к защищенному сегменту локальных сетев университета, возможно, для того же доступа к контроллерам. Проприитары операционной системы на серверах также заслуживают упоминания. Ну, во-первых, Windows присутствует всегда по трех причинам. Во-первых, серверные версии изучаемого программного обеспечения приходится запускать. Будь то майкрософтовский сервер, который живет и работает рядом с постгрессами или почему-то изучается студентами. Будем верить, что за него заплатили. Один из бухгалтерей и другие как подобные продукты. Кроме того, все равно не объявляющий сервер аппаратных ключей для лицензионных и укладных пакетов. Казалось бы, лицензионное программное обеспечение закупается слабо, а вот, если оно требует аппаратный лицензионный ключ, то почему-то закупается. И потом приходится держать веток, на котором для учебного класса эти ключи вставлены функционеры. И, собственно говоря, что еще можно об этом сказать? До сих пор в некоторых вузах жива, но на дне. Некоторые ассистемные администраторы придерживаются над идеей, что лучше брать хорошего. Это хорошее становится все труднее заставить работать. Поэтому хорошее в данном случае все чаще переползает по стеклую окружение недрах виртуальной машины. Просто потому, что оно в большем состоянии работает на чистом железе. Для кого-то, видимо, это проще, чем обновляться под Windows или под Windows. Виртуализация. На серверах, ну, понятные причины. Это абстрагирование, как я уже сказал, устаревшая операционная система, дополгирование. Защита от плода, поскольку восстановление гораздо более легкое. Виртуал-босс КВМ активно используется. Иногда можно встретить виртуальные, в смысле, в ВМП, в Катрайва, ВМП. На рабочих станциях. Как ни страны. На компьютерных картерах доступная виртуализация также используется. Для тех же целей. Как правило, изолируется Windows. В песочку. О, я не буду донаться на эту подробность. Времени мало, у меня было денег, да? Переславливать, да? Кажется. Выгоды понятны. Еще два слайда по поводу вспомогательного прикладного клоуна. Понятно. Как ни странно. Чаще встречается в группе преподавательских машинок. И, как ни странно, преподаватели пользуются чаще всего студента, если смотреть анализ формата файлов на личных флешингах. Видимо, причины следующие. Во-первых, классический интерфейс. Нерегоны. Во-вторых, очень легкий отстав в PDF. Без дополнительной инсталляции. В-третьих, возможность таки открывать документы в формате .x, тоже без дополнительной инсталляции цифрового движения. Подозреваю, что правильно. Про Firefox ничего не буду говорить. Он присутствует. Везде. Как один из вариантов браузера. В формате .x используется система .x чаще для оформления каких-то методических указаний, пособий. Реже. Это не случают студенты. Доправят и заплатят в хорошие физические и магнитические школы. Но, тем не менее. SAPR. В инженерной инсталляции можно встретиться. SAPR. Свободное. Условно, SAPR. QCAD. Он же время GAD. Иногда встречается . SAPR. Это SAPR. SAPR. Для моделирования .x, которая фактически включит другу на теле данного. И, главное, написать на данного. Студентам сложные микросхемы моделёры не обязательно. Им ближе будут смотреть, как это делается. Ну, и, условно, можно отнести в эту же категорию в лендер. Хотя это не совсем SAPR. Математические оппоненты. Лидеры, безусловно, это SkyBall. Математических пакетов, потому как можно бесплатно учить все равно. Если купить MATLAB, он не будет за время учебных часов по своим большим объёме, нежели... Можно не продолжать. Математические оппоненты, какие-то расчёты, экспериментальные данные. Ну, собственно говоря, здесь чаще встречается аккаунт, еще как у MATLAB. Различные математические препятствия. И, как и странно, особый интерес к свободному математическому фону и дать иметь из них. Для них очень важна доказательная база. Кстати, вы знаете, сколько я знаю? Когда у нас ученили на третий год, есть принципиальная возможность проверить адекватность вычислений. Главное не то, что они их проверят, главное, что здесь такая возможность. Поэтому как доказательная база для них несущественная. Отдельным слайдом можно упрямить использование нечислительных кластеров. Как минимум, наверное, половина белорусских грузов входит в национальную ГРИД-сеть. Здесь, собственно говоря, конечно, на форме груза никаких альтернатив, да нет. Здесь всё понятно. Я не буду подробно ознамавливаться на этом вопросе. Те классы компьютеров, которые используются в рамках национальной ГРИД-сети, очень понятно, как в заменном грузе. Изучаемые свободные пакеты это последний слайд. Их немного, да? Что касается специальностей ориентированной информационной технологии. Ну, во-первых, практически везде можно встретить, изучаются основы командной строки Linux, то есть по большому счету основы администрированные, хотя это очень опасно. Во-вторых, отдельные кафедры изучают нечто связанное системное программирование. Возможно, это параллельное вычисление. Возможно, это программирование какого-то системного взаимодействия. Возможно, это просто системное программирование в чистом виде. В последнее время в Белоруссии наблюдается сильный мост корпоративных, что это называется, от додателей к нулямской платформе отзаботки. Преимущественно, кто в секторе встроенного устройства. В связи с этим сейчас ряд кафедр усиленно перекраивается в учебная программа, чтобы уделять этому внимание. Просто тема начинала объявляться заказчика, который потом трудоустраивает специалистов. Более того, сами корпоративные опытодатели в супер успешном порядке планируют организацию каких-то курсов, спор с дополнительным факультативов, семинаров. Поэтому ниже тенденция сохранится в скором времени. Эта платформа войдет в число достаточно широко изучаемых, в крайней мере более широко, чем в текущей ситуации, то есть всегда отдельные кафедры. Значительные степени по инициативе преподавательского состава и для этой учебной программы. Ну и, наконец, я взял бы не поговорить по поводу груз-платформенной разработки Java и PHP. Или то или то можно встретить тоже, наверное, практически везде. PHP, например, в нетехнических кузов, в том числе, можно даже однократно изучаемые дисциплины. Как-никак, тоже свободное программное обеспечение. PHP так совсем. Что касается Python и Ruby, как примера, популярных, набирающих популярность языков разработки, они не изучаются практически нигде. А то и вовсе. Связано это, во-первых, с ограничением количества часов, во-вторых, с неоднократно изучаемых данных, тем не менее. На специальностях не в сфере, как я уже сказал, информационная технология сама присутствует PHP в качестве изучаемого свободного продукта. И, наконец, все остальное, что студенты из свободных программных продуктов изучают, это касается именно какого-то самостоятельного освоения. Оно поощряется, безусловно, оно поощряется достаточно активно. Это какие-то индивидуальные курсовые дипломные проекты. Достаточно активно используется в студенческой и исследовательской работе. Ну, понятно, почему. Гораздо проще наработать существующий продукт, что это добавить в опыты экспериментальных функционалов, чем создать нечто, подтверждающее концентцию скуля. Вот, поэтому в студенческих экспериментальных разработках, которые потом вы думали, и на министерские конкурсы и так далее, основу в качестве продукта можно встретить достаточно часто. Собственно говоря, это был последний слайд, и я боюсь, что я тоже переправил время. Спасибо за внимание. Если можно, буквально одну секунду. Сегодня у нас выкатывается анонс конференции «Конференция и курс Локейшнга Спортфилера». Вот, я не могу себе отказать на удовольствие. Опередить новостные порталы и сделать это вкусно. В текущем году она пройдет, и будет вполне ожидаемое время, седьмой-десятый день. Место проведения будут поставлены, точно так же, консультационная, и угробного участника. Присоединяйте в культура. В работе. Так. У нас, я говорю, через геню, на ассортенную, что укройчиваете, через польских судеб. Трошки, чуть-чуть нам переговору. Молодой. Нажальте, пункции и бабочки. И до меня мы говорим о перспективе. После того, как я предложил. Так. Нажальте, ниже, ниже, ниже. Так. Потребно перейти до 2-й годы в корпус капитал-хроники на ДОМА-50. Кто же не взял схему переговору, возьмите у нас. Ось это схему. Так мы начинаем. Другие ключи. Другие ключи. Секционное заседание проходит в версии, которые мы взяли. Спасибо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА